привет всем дорогие подписчики и зрители канала с вами дарт и сегодня мы опять же смотрим демо версию игры про history kingdom но тут недавно вышел патч юрский патч называется посмотрим что тут добавили очень нравится что на заставке теперь у нас тиранозаврик так выходит игра стала как-то поживее выглядеть так ну вот я прогрузил эту карту она мне очень нравится вот по сравнению с мезозоикой где вы появляетесь непонятно где кругом горы непонятная территория тут мы появились на окраине северной америки да или где-то в другом месте в общем я не знаю не прочитал так ну тут стандартная вступительная речь мы еще видели прошлой демо версии то есть и кто в самом первом видео мы вообще читали полное письмо там вообще огромное такое письмо было я его даже переводил в комментариях скидал перевод дни тут идут гораздо быстрее не темнеет то есть мезозоики я не знаю плюс это или минус но мне лично для меня лично минус ну да это прикольно когда есть смена дня и суток возле говорю смена часов сутка да то есть когда темнее цветлеет и прочее но лично мне больше нравится когда просто стандартно всегда светло да и просто день проходит конечно не так быстро бы хотелось как сейчас здесь это происходит но все же так ну вот у нас тут чем мне нравится про history kingdom отличие от мезозоики тем что тут готовые строения вот но там конечно можно придумать что-то свое какое-то уникальное в плане постройки да то есть конь очень клевое строение придумать да но здесь мне нравится тем что строение которые предлагают разработчики не не так уж и плохи даже очень хороши и их изменять думаю не стоит мне как бы все нравится вот этот вот наш типа инкубатор здесь мы задаем какие виды создайте потом сразу их можем засунуть какой-то вольер так вот что значит юрский патч у нас появился аллазавр потом тут я вижу комарозавра дриозавра и вроде еще добавили стегозавра то есть четыре новых видов животных големимуса тернозавра и волоцераптора и также трицератопса мы смотрели предыдущих видео я сейчас где-нибудь тут скину ссылочку на этот видео если кто не смотрел перейдите посмотрите то есть тут ничего не изменилось те же самые скины я единственное что забыл прошлый раз что можно менять как оперенный как оперенного динозавра можно создать так и чешуйчатого то есть это тут зависит от вкусов ваших допустим у волоцераптора недоступна чешуйчатая версия не знаю это связано с тем что были найдены оперенные велоцерапторы это как бы доказано да либо с тем что их пока просто тут не добавили немного мне не нравится размеры допустим что стегозавр здесь метров шесть ну возможно конечно самый крупный найденный скелет столько и достигал длину но принято считать что где-то до 9 метров вот как то так сколько я знаю здесь нам нужно еще построить типа энергии какой-то генератор да и где-то чтобы воду взять вот тут видите какие-то лампочки скалы горы какие-то ускалы камушки деревья также есть заборы разные ну вот эти ограждения так вот ветряк это pump station интересно в каком радиусе он дает энергию но я поставлю прямо около здания думаю плохо не будет от этого никому так сейчас я бы хотел также производительность в прихистри киндом нужно гораздо меньше чем в мезозоики то есть тут игра не настолько требовательная при этом как по мне она лучше выглядит ну в мезозоики единственная разница что больше видов животных и больше скинов доступных но прихистри кинда мне нравится тем что они больше проработаны тут как-то сами животные выглядят более живыми нежели в мезозоики надо бы конечно потом дождаться конечного продукта и уже сравнивать их пока что вот если пока по демо версиям так мне больше нравится прихистри киндом она как по мне получше так но сейчас пытаюсь сделать небольшой такой водоем куда поставить этот насосную станцию тут есть различные для терраформирования инструменты так что здесь это удобно мезозоики пока такого не доступно то есть там терраформирование пока такого нет я не знаю вообще будет ли она доступна то есть если здесь намекают на то что все какие-то ресурсы нужно откуда-то брать в мезозоики такого пока нет ни генераторов ничего но там уже гораздо больше объектов в плане для людей ну то есть для посетителей то есть какие-то дорожки фонари какие-то зданию куда не могут зайти посидеть что-то уже вот такое проработано как бы да я уже где-то говорил что я бы такой не против если бы совместили две этих игры получилось бы одна просто превосходнейшая но я думаю это будет два похожих но при этом довольно различающихся объекта объекта я говорю ну готовых до продукта я бы продукта скорее да ошибся просто так сейчас я буду строить загон и я вначале хотел бы поместить туда аллазавров принципе загон тут строить не обязательно но все-таки симулятор парка да и хотелось бы вам показать как тут все примерно выглядит здесь тоже самое как и в мезозоики чтобы как-то приукрасить ваш вольер вам нужно помещать каждый объект отдельно но в отличие от мезозоики здесь каждый объект нужно вытаскивать из меню каждый раз то есть если мезозоики вы выбрали объекты можете тыкает сколько угодно да и будут они появляться то здесь нужно каждый раз заходить меню опять выбирать в общем то что при какие есть преимущества у прихистри киндом то отсутствует мезозоики и наоборот так пока что на первый взгляд так вот вегетейшн начали бы я конечно поместил уж и укрытие так не думал для лазавров вот это больше подойдет так мне интересно как тут идет прокрутить но чтобы изменить положение объекта так это я случайно увеличил простыку клавиши различные вдруг какая-то из них окажется нужной мне так но тут написано что можно крутить так но я чё-то туплю опа нифига себе этого мне не надо так ну чё-то я в общем не нашел он давайте тогда ее к тому краю поставим так это все не то просто к этому краю поставлю да и все чё париться потом у меня в комментариях умные люди напишите в чё где я как затупил что там нужно было нажать я уже буду будущем знать так сейчас нужно поместить кормушки нас тут будут платоядные так ну еще где-нибудь одну здесь также 2 с водичкой у нас емкости все теперь нужно как-то немного приукрасить вольер я бы в принципе мог этого не показывать но для тех кто не смотрел предыдущие видео да мне как бы несложно еще раз показать как тут все выглядит ну тут растение тоже меньше доступны чем мезозоики пока но они как-то по проработании что ли выглядят лично по мне вот видите я построил объект поставил точнее объект его можно различных крутить и прочее но чтобы поставить другой мне нужно пить его вытащить из меню это немного неудобно не знаю это может быть у них останется такой фишкой и либо они сделают так что можно будет как в джипок просто выбрал объект идеи кликай сколько тебе угодно также тут нужно приблизить чтобы объект его модель прогрузилась какие-то сагов ники ставлю папоротники какие-то так это бревно вообще к это так ну пару пальмочек еще можно поставить принципе вроде новых растений каких-то объектов помимо новых животных здесь я не нашел вроде все это уже было но если кто-то очень такой внимательный и следить за этими проектами я бы с радостью выслушал если вдруг я не прав и каких-то объектов какие-то объекты добавились так сейчас бы я уже такое что начал создавать динозавриков так у по случайным и вот здесь в отличие от мезозойки есть вот этот экскаватор которым я могу убрать не нужно мне не нужны мне объект там такого нет я жду кстати летающих и водных рептилий которые скоро будут доступны думаю это будет круто да вот я выбираю самый молодой возраст точнее когда только не вот но не вылупились я думаю там месяцем примерно от рода так буду создавать и оперенных и не оперенных хочу сразу всех новых животных вам в одном видео показать ну хотелось бы думаю пока я буду создавать одни и другие уже вырастут именно поэтому я бы и решил создать их детенышами чтобы посмотреть как они растут как они тут за сколько вырастут и прочее так выбираем всех этот фишечку я тоже прошлом на прошлый раз когда обозревал пропустил так опа вот видите и спокойно помещая туда куда мне нужно так он там вышел я думаю я потерял самого первого но в отличие от мезозойки управляет здесь животными нельзя и я сомневаюсь что разработчики данной игры в будущем добавят такую функцию то есть этим мезозойка она как бы лучше но в том плане что вы можете взять любой животный под контроль напасть на кого угодно там идти куда вам захочется порычать побегать под драться с кем-нибудь да вот в целом возраст у них довольно быстро прибавляется я думаю они концу этого видео уже вырастут где остальные мне интересно так вот они все тут бегают так вот один решил покушать давайте посмотрим как он это делает это прикольно тем по крайней мере вот написано что ему уже четыре месяца от роду а вот он еще как бы детеныш да то есть если сравнить с мезозойкой то те буквально за минуту вырастают то есть вы можете конечно посмотреть к какого они размера когда маленькие прочее но они очень быстро вырастут здесь же действительно можно создать разновозрастных животных и они будут расти довольно долго то есть вы успеете посмотреть как они растут все стадии их роста здесь стадии роста как видите много вот это вот когда прокрутка там животное постепенно уменьшается это значит только стадии роста в игре есть то есть разных моделей разного размера и возраста у какого-то определенного животного где-то около десяти примерно может больше может меньше то есть это прикольно там где-то пять стадий различных и животные то есть вы пять раз она изменяется в размерах и потом достигает зрелости здесь гораздо как-то побольше то есть можно просмотреть прям как животное растет думаю в этот закон я помещу сразу всех животных но лично у тех старых всяких трицератомсов галлимимусов я помещать не собираюсь но их уже рассматривал зачем опять на них тратить время и для травоядных все-таки у нас тут травоядные уже животное так одну сюда ой что-то глюкнул что-то не переместил куда-то и одну сюда так также нужно водички им одну сюда так дея что происходит а вот я странно что мне сюда кинула так ну второй день здесь так что опять куда мне перекидывает что такое где я вообще потерялся а вот так ну немного можно приукрасить наш вольер а думаю пока украшаем там наши аллазаврики вырастут немножко так ну давайте тут пайн это сосна вроде бы давайте поместим сюда и вот это кстати прикольно вообще дерево киприс вот этот еще колышется на ветру это тоже круто там растение вроде статично мезозоики но если я не заметил как бы поправьте меня друге не прав но как по мне не по моему вообще статично листва у них вроде вообще не шевелится просто дерево и дерево такой при опа я не понял че это тут лазавр забыл как он вообще сюда попал нет интересно дырок заборе вроде нет так ну ладно мы их потом закинем обратно в загон давайте тогда создадим еще детенышей стегозавра ну какие крохотулечки да вот а взрослый всего 6 метров странно должен быть побольше также есть три вида окрасов он только чешуйчатый оперенок стегозавра слава богу нет вот мы таких вот козявок будем создавать маленьких надеюсь те детеныши аллазавров ничего не сделают с моими стегозаврами я создаю обои полых особей каждого скина потом посмотреть какой будет сам какой будет самец при этом моя лазаврики еще не выросли это тоже странно времени уже достаточно прошло это они вырастут хоть немножко вот прям вообще такой детский питомник блин они классные сами модельки животных при history kingdom выглядят лучше чем мезозоики то дело даже не в текстуре самих моделей а именно они как-то более живыми выглядят их движение и прочее они выглядят более живыми так тут вы я так понимаю все все три аллазавра я не понимаю что не тут забыли как они сюда попали поэтому я такой чтобы взял и переместил бы их обратно а то еще не дай бог пожрут моих стегозавров стегозавров пока нечем защищаться они маленькие у них еще не выросли шипы так что им опасно будет так и также я бы такой что создал дриозавров так есть оперенный есть чешуйчатый скин оперенный один давайте создадим его будет самочка у нас и самец так у нас чешуйчатый тоже также сделаю наверно выбрать всех их загонка стегозавром нет колозавром не надо да они клёвые очень красиво выглядит и звуки мне нравятся у них но именно вот эти все которые не издают мезозоики допустим вот последнее видео там где гадрозавры да вот параза уролов и маязавра их звуки меня реально пугают потому что там реально какие-то пришельцы серьезно это я много фильмов про пришельца посмотрел я как бы знаю чем говорю как бы очень похожи между прочим тут уже более-менее что-то на ну я конечно никто не знает какие динозавры звуки издавали но здесь они хотя бы приятные то есть их слушать приятно так я не понял сомневаюсь что сюда влезут комарозавра но пока детенышей я бы такой что их засунул сюда так тут три скина у нас есть кстати комарозаврик такой прикольный но при этом не знаю месяцем от роду да он уже почти метр жестом прикольный одуманная работа один самец и две самки прикольная ну ка ну ка дайте-ка посмотреть вообще такие милашки прикольная ну ка ну ка дайте-ка посмотреть вообще такие милашки вообще просто супер мне ты вот пока мне очень нравится про хистер киндом еще бы добавили тут возможность типа уже создавать парк типа людей сюда приглашать и какие-то строения и было бы уже прикольно также можно немного увеличить загон что если они вырастут они все не влезут так этому удалим да ну еще здесь можно поставить укрытие для дриозавриков такое да небольшое и кормушку вот эту я думаю которая для этой высокой для комарозавров это клево это клево ну тут жизнь кипит полным ходом так что у меня с моими лазаврами тут я чё-то не понял так он чё спит а почему я не могу на него нажать так он чё погодить они чё сдохли класс а можно узнать причину хотя бы смерти блин они реально померли жалость какая интерес только почему их было четверо да двое уже погибли где еще двое еды тут вроде полно еще есть вода есть странно почему же не умерли это тоже умер походу только один тут живой остался это не факт что он жив что я вот что-то не вижу так но эти чё-то все живы до этим всем нормально питаются тут ходят пьют вода интерес она сама пополняется или как нет это не аллазавр это все мои травоядные странно ну что ж тогда в следующем видео посмотрим на взрослых особей потому что я думал здесь они растут быстрее я как бы приятно удивлен в том плане что ну действительно можно разновозрастных создать и что они долго будут расти не как мизозовики за пару минут но плохо только то что на видео вам не получилось показать как они вырастут поэтому следующем видео посмотрим на взрослых особей надеюсь это вам понравилось ставьте лайк подписывайтесь на канал вступайте в группу канала ссылка будет в описании эту игру вы можете приобрести в steam пачки не будет вот это юрский бесплатно нужно только саму игру приобрести вроде даже дома версия бесплатная просто скачать ее ну что ж всем всего хорошего до скорых встреч увидимся в следующем видео всем пока а